Дети о победе. Под таким названием в Магнитогорске прошел Всероссийский фестиваль-конкурс. Он собрал около 300 человек. Это музыканты не только из города Металлургов и Челябинской области, но также гости из Уфы и Казани. Участие могли принять все желающие, как любители, так и профессионалы. Конкурс состоялся в детской школе искусств номер 2. Пообщалась с юными талантами и наша съемочная группа. Вот так душевно и эмоционально исполняет свою песню 10-летняя Ульяна Гордиенко. Девочка из села Степнинского впервые приехала на конкурс. Выбрала добрую и одновременно грустную песню про двух героев «Огромное небо». Она очень проникнутая. И там говорится про двоих мальчиков, которые полетели, но у них мотор отказал. И поэтому они не хотели, чтобы город разрушился. И они не вылетели из самолета, а они поправили его в лес, чтобы город не разрушить. На сцене Дмитрий Грачев с песней о войне «Маленький трубач». Мальчик вокалом занимается уже 6 лет. Сам он из Уфы. Но на подобных конкурсах уже постоянный участник. Пелась песня о маленьком трубаче, о войне, о солдатах. Как ты считаешь, у тебя все получилось? Хорошо спел? Да. Ну, он с детства, еще с года двух-трех, он уже пел песни. И поэтому мы решили его отдать в музыкальную школу. Вы здесь ездите, да? Да, по всем конкурсам ездим, выступаем. Первоначально этот конкурс был обычным школьным фестивалем, но в 2016 году вышел на всероссийский уровень. В фестивале конкурс проходит в двух номинациях – инструментальное и вокальное исполнительство. В жюри профессионал в своем деле не только из Магнитогорска, но и из Екатеринбурга. Я могу сказать о том, что Россия богата талантами. И еще раз мы убедились, насколько богата наша культура, как много разных песен прекрасных. И вообще замечательно, что этот конкурс есть. И то, что дети прикасаются к такому пласту культуры, как песни, посвященные Великой Отечественной войне и вообще такой гражданской, патриотической тематике – это замечательно. Смотрят на все – на артистичность, на исполнительское мастерство, на сложность репертуара, интонирование. Всего в этот день выступило около 300 музыкантов от 7 до 18 лет, которые представили 102 номера. Этот конкурс сейчас, я думаю, и в принципе, как и всегда, но сейчас в большей степени, он пользуется очень большой популярностью, именно спросом. Так как все-таки мы затрагиваем тему любви к родине, патриотизму. Это все-таки, скажем так, очень актуально сейчас в нынешнее время. И поэтому с большим интересом, с большим, скажем так, отзывом, откликом пользуется именно этот конкурс. В каждой возрастной группе определили трех победителей и обладателя гран-при. Он получил диплом и кубок. Лада Дубовик, Владислав Гусев, телекомпания ТВН.